Микс Ньюс Добрый вечер. Голос Америкса и сам Америкс в студии готов ответить на ваши вопросы, обсудить ваши предложения, что опять работаем, то что происходит в Риге, и какие ваши точки зрения, что я могу комментировать и возможно что-то исправлять, что не идет так как надо. 612-12-939, 612-13-939, работает у нас и ватсап, и смс можно посылать, телефон ватсапа 230-6191, это время для вас. Депутат Америкс у нас в студии, пожалуйста, звоните, мы видим уже первый звонок, сразу со звонка начнем. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер, господин Америкс, добрый вечер, Абик. Такой вопросик, вот сейчас проезжая Лубанское кольцо, как раз вспомнил про это, когда в Дрелине Лубана кольцо вот это будут делать, что-то прошлой осенью забросили, и до сих пор никакого движения, бардак, эти траншеи заляпанные, уже на Лубана кольца съезжаешь, когда в сторону Лубана, можно колесо оставить, там такая канава, они какой-то кабель там закапывали или что, там асфальт просел, там просто ужас, там скоро можно будет реально рвать покрышки, там, что-то начнет происходить вообще, почему бросили объект. Спасибо. Я понял, что, учитывая зимний период, там обязаны продолжать работать, тем более, что то, что касалось прокладку коммуникаций, это временный асфальт, который был сделан, и учитывая вообще общий там, так как транспортную схему начинает Икея и новые постройки, всего, что касалось этих подъездных путей, то есть этот Лубанский круг обязательно должен был, то есть должен быть завершен. Я еще раз уточню по моей, что сейчас жестком диске в голове, то работы не завершены, работы, они будут продолжаться, учитывая сейчас май, ну, значит, это время, когда практически возобновляются эти работы. Там по Лубанскому кругу дополнительно еще будут производиться работы. Они предусмотрены в бюджете города этого года, так что мне сейчас сложно комментировать еще. Да, продолжайте звонить, очередной звонок с удовольствием примем. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Господин Америкс, такой вопрос. Я понимаю, что у нас в основном у всех людей это частная собственность. Я живу на улице Илукстес, это район рынка Лубанск. Как вы, наверное, знаете, я так понимаю, что рынок выкуплен, и там будет происходить... Рынок частный, да. Рынок частный. Да, Лидл. Там закрыта стоянка, закрылась, большая, я думаю, это самая большая стоянка в Плябниках, в принципе, для автомашин на углу Лубанас и Илукстес. У нас не то, что трагичная ситуация во дворах с машинами, во двор не просто не поставить машину, за час не въехать во всех дворах ближайших. Стоянки платные, за любые деньги они не могут взять, у них нет места, то есть машину поставить негде. Ее нужно ставить... А это автостоянка, которая на углу, она закрылась или она поплала... Она закрылась, потому что, я так понимаю, что часть этой земли выкуплена под постройку магазина Лидл, да, то есть там будет происходить стройка, а стоянки нету. Там было более ста машин. Ну да, это частный участок земли. Да, я понимаю. Я помню, что шла речь о том, что и на Келдыша, и на Сахарова будут строиться какие-то вдоль дороги все-таки места, чтобы машину можно было ставить. До сих пор этого не произошло. Я знаю, что в Депмихаловске есть пару мест, где это сделалось. В Плявниках этого нету. Машину негде ставить даже за деньги, за любые деньги. То есть физически нет места. Когда будет решен вопрос, чтобы машину можно было ставить хотя бы вдоль дороги, хотя бы в ночное время. Но у нас просто катастрофа. Спасибо. Я согласен. То, что касается этой программы, два или три года назад ее мы начали. Там, где есть магистральная улица и, соответственно, есть позволяющая зеленая зона, ну, широкая, то мы делали так, что сокращали эту зеленую зону, ну и, соответственно, давали возможность определенному количеству машин парковаться. Это бесплатные стоянки дополнительно к тому, что есть в дворах. В этом году эта программа продолжится. Там есть определенная процедура согласования, потому что это изменение конфигурации, то есть этого зеленого газона. Но то, что предусмотрено Департамент транспорта на этот год, то есть эта программа по построению, ну, то есть продолжению, так бы поточнее сказать, продолжению этой программы, она существует. Говорит, я не могу четко сказать сейчас по Илукстос или по, то есть это я постараюсь на будущих передачах сказать, чтобы уточнить, по каким улицам сколько мы можем. То есть это примерно может все равно быть, если касается Илукстос, и это где-то 80, 70-80 машин примерно. Да, еще один звонок примем по второму телефону. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер, господин Америс. Скажите, пожалуйста, когда начнете делать велодорожку в Симонтов-Булдарае? Вы же обещали. Все, спасибо. Спасибо. В этом летом будем первые эти работы делать. Раз обещано, значит будем делать. Нет, ну длинная, она имеет, я сейчас не скажу, 14 или 16 километров длины, и то, что в первую очередь было сделано, что самое длинное, это частная земля. То есть она, дорожка, которая, то есть она сейчас намечена, и то, что касается самой велодорожки, она, ну как, с одного конца не будет делаться, она будет, эти строительные работы начнутся в этом году, то есть очищение, трассировка этой велодорожки, но чтобы после этого уже сделать соответствующий, ну скажем так, уже асфальт и соответствующее освещение, там, инфраструктуру. Ну, то есть эти все работы начнутся, этот, если по велодорожкам, приоритет Иманта-Булдарае, это первое сейчас, которое запланировано и которое отрассировано по собственности. По зептной аккаунтсу я могу сказать сложнее, там есть второй, который есть центр зептной аккаунтс, к сожалению, там еще не проложена трассировка. Ну, в зептной аккаунтс у нас идет четвертая часть, четвертая часть нашего южного моста, от улицы зептная аккаунта до Вене-Бузгатова, там идет другая, скажем, европейские фонды. Там нет, сегодня полностью трассирована, ну, то есть трассировка велодорожки зептной аккаунтс. Продолжайте нам звонить. Добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я вам звоню, мы с чем все живем мы, да, и где-то около реки, и уходит дорога на юг, югла слила. Югла слила, знаю. Да, что с ней, когда будет ремонт, то есть там ведь не только едут легковые машины, но там едут... Грузовые очень много едут. Лесовозы. Много грузовых едут. Это аминь. Мы не можем ни к садику подъехать, которых там очень много, да, ни к школе, то есть там можно скорость хоть 20 делать, потому что яма на яме, и этот лесовоз, он наезжает на этой узкой дороге, начинает ям пообъезжать, да. Что будет с этим? Почему в планах нет? Ни ремонта, ничего там не сделано, да, до сей поры. Что с этой югла слила? Расскажу. Это единственный наш путь, чтобы попасть в Ригу на Дривибас, Гатвы и так далее, да. Спасибо. Сейчас господин Америка скажет. Да, я могу сказать, что это большая такая болячка. Это улица Юглас, интенсивность транспорта и грузового, ну, сегодня очень велика. Но я откровенно буду говорить, скажем, в ближайшие три года ничего не будет, через три года будет ремонтироваться улица Юглас. Почему так? Потому что, то есть, сейчас, учитывая европейские деньги, которые надо освоить до 22 года, значит, идет постройка последних участков восточной магистрали. Это вот тот, часть, которая касается от улицы Ерить до Веталвас, это два с половиной километра. Этот сейчас, вот в этом году, наконец-то обещанный, сейчас начнут отконкурсированный уже по строительству этот виадукт. То есть, это полностью завершение восточной магистрали. С того момента, как есть завершение восточной магистрали, для улицы Юглас мы можем ставить знак, что грузовой транспорт там не едет. И тогда мы реально можем полностью капитально ремонтировать улицу Юглас и превращать ее уже в другом качестве. До этого мы такой знак поставить не можем. Пока мы ждем очередной звонок, может быть, еще раз напомним нашим радиослушателям, понятно, что сейчас самое время до ремонтов улиц, дорог. Я так понимаю, что все по плану эти ремонты продолжаются. Ну, они продолжаются по плану, но поймите, то есть, если было так, что вот как мы там, не знаю, приводим порядок в своей квартире, то за это ответственен хозяин квартиры. И мы это делаем, если что, то есть, хозяин сам организует себе работу. К сожалению, вот мы сейчас говорим, вот начали работу на Брасовском мосте, на мосту. Очень много осложнений, тоже пробки, Брасовский мост соединен, ну, то есть, эта сторона. Но сейчас вот под этим прокладками, рельсом, под это нашли захоронение. Ну, не знаю, сто лет им или кто их, когда. Еще, видимо, археологи будут заниматься. Ну, не археологи, там историки. Сейчас остановили, они эти, это, скажем, защиты памятников остановили работу. Вопрос, как долго? Потому что, то есть, каждый день, который мы проводим, значит, ну, это стоимость опять, ну, как договор. То есть, мы сейчас соприкасаемся с другими моментами, да. Что касается того самого Брасовского моста, ну, то есть, каждый, вот до осени, когда есть этот ремонтный процесс, то есть, мы сегодня ищем какой-то общий знаменатель с службами, которые нам, как городу, не подчиняются. То же самое, ну, надо сказать и признаемся по Даголовскому мосту. Я очень надеюсь, что 20 мая, я очень надеюсь, я не могу обещать, но надежда есть такая обоснованная, что 5 часов утра 20 мая мост, по всей видимости, сможет быть открыт для всего транспорта. Но что оказалось, когда этот проект делали, скажем, сами проектировщики не видели, что под мостом творится, потому что там эти разные склады, разные автостоянки, сейчас все это, когда снесли, увидели, какое состояние. То есть, сейчас это все держится, то есть, ну, безопасность в первую очередь, однозначно. Поэтому сейчас сделают дополнительные укрепления этого моста, которые после этого позволят это сделать. Но улица Красто, то же самое. Ну, мы сейчас подготавливаемся, мы не можем начать, пока мосты ремонтируются. Улица Чак-Морез. То есть, на сегодня самое главное, что хватило мощностей самим этим строителям. Они тоже не имеют много возможностей привлечь профессиональных этих рабочих. Да, проблема нехватки кадров, мы знаем. Иногда ты стоишь и говоришь, вот я готов платить, а вот говорит, а мне нет этого, кто может это выполнить. Нет людей, да. Да, вот между тем у нас и по Ватсапу приходят сообщения. Здравствуйте. В группе Саркандалга на Фейсбуке говорят, что парк пивоваров и вот Виадукт на Вестово заморожены. Это правда? Не правда. Да, это басни. Это две несвязанные, во-первых, два несвязанных проекта. Да. Проект, касающийся Виадукта от проспекта Вестера на Твайка, уже отконкурсирован. Начнем с того, есть сегодня... Победитель. Победитель строительное объединение, несколько компаний, в соответствии с этой процедурой надо прождать 20 дней, чтобы они опять там кто-то не пожаловался и чтобы можно было заключать договор. Вот, раз, то есть там уже есть строитель, и обязательно начнутся эти работы, то есть отконкурсирован уже кто выполняет работу. То, что касается парка пивоваров, там есть проект, он довольно велик, там, учитывая все это, где скалолазы занимаются, это башня пивоварная, плюс детские площадки, плюс там очень... Это серьезная большая территория, ее начнут сейчас в этом году по частям. Первая часть, там будут оборудованы детские площадки, соответственно, какие-то тренажеры. В этом году пивовар есть в бюджете города, я могу сказать так. Деньги есть, значит, их надо будет осваивать. 612-12-939, телефон прямого эфира, 612-13-939, еще один телефон прямого эфира, можете задавать вопросы Андрису Америксу. Про Дегловский мост все-таки надо несколько слов сказать. Я так понимаю, что есть надежда, что на следующей неделе его откроют уже для легкового транспорта. То, соответственно, с всеми требованиями надзорных инспекций по строительству, значит, сейчас предприятие «Латвия-Стылты» проводит соответствующее укрепление этого моста, то есть это специальные дополнительные конструкции, которые еще дополнительно укрепляют, я уже сказал, безопасность в первой очереди, и поэтому, то есть они работали прошлую субботу и воскресенье, они сейчас продолжают работу, хоть какие погодные условия, но и по их прогнозу они могут до пятницы соответствующие там эти четыре основных этих несущих конструкций, то есть укрепить, ну и тогда, если это так, то там, соответственно, еще субботу и воскресенье проверить, и после этого понедельник, 20-го числа, 5 часов утра, если это все будет удачно, ну, соответственно, открывать мост полностью для… то есть он безопасен, все ставят свои подписи, ну и, соответственно, все то, что касается… продолжаются ремонты самого моста, его же надо дальше продолжать ремонтировать. Конечно, но тем не менее его можно будет эксплуатировать. И одновременно можно будет эксплуатировать. Успеем еще в оставшиеся минуты первой части ответить, наверное, на вопрос нашего радиослушателя. Вот радиослушатель недоумевает, что бюджет на ремонт дорог в год, вот так считают радиослушатели, составляет в Риге 20 миллионов евро, а Рижская дума, пишет радиослушатель, взяла кредит на ремонт эстрады, видимо, в Меже парке, имеется в виду 100 миллионов. Это нормально, вот спрашивают наши радиослушатели. Как на самом деле? Давайте проясним. Ну, давайте проясним. То, что касается ремонта дорожной инфраструктуры, то по сегодняшним расчетам только один виадукт от проспекта Вестура на Твайка, о котором мы говорили, стоит 47 миллионов евро. Только один этот виадукт, да. Если мы говорим о, значит, Восточной магистрали, то еще более 40 миллионов. Плюс, соответственно, там есть и европейские деньги, которые, и Рижский дум и софинансирование. То есть общий объем, который надо в этом году освоить на дорожные работы, и улицу Краста, и вот эти, скажем, дополнительные, это около где-то 70 миллионов или 80 миллионов евро строителям. То есть если касается дорожной инфраструктуры, такая цифра сегодня. А то, что касается Межепаркской эстрады, то будем говорить, что это не оберменяет в никаком варианте сегодняшний бюджет Рижский дум по одной причине. Мы сегодня имеем параллельно, ну не софинанси, а финансирование государственного бюджета или государственной кассы Министерства финансов на ремонт, соответственно, ну или постройку новой эстрады Межепаркс. То есть она как целевая, целевой такой кредит, кредит беспроцентный на 20 лет, через 20 лет этот беспроцентный кредит надо будет отдавать, но он целевой только для эстрады. И если мы посчитаем, что в этом году инфляция 3%, ну будем грубо говорить так за 20 лет, инфляции умножим 3 на 20, это где-то 50-60% как минимум будет инфляция. То есть, а мы через 20 лет будем обязаны отдать вот эту сумму на эстраду. То есть стоимость через инфляцию этих денег, наверное, будет совсем другая. То есть тут не надо эти две вещи как бы ставить вместе, потому что на дороге нам государственная касса такие кредиты не дает. 612-939, телефон прямого эфира, по нему вы сможете звонить вот буквально через несколько минут, новости и реклама, а потом продолжим, не переключайтесь. Андрей Самерикс у нас в студии, и это возможно задать вопросы депутата Рижской думы, что наши радиослушатели делают. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста. Хотел бы узнать еще раз вопрос, может быть пропустил пара улицу Александра Чакна и Мариас, и правда ли, что пешеходная часть тротуара будет уже, чем сейчас существующая. Спасибо. Ну, по Чак Мариас, еще раз повторю, да, по Чак Мариас то же самое, что с Бривибос. У нас, как, будем говорить по-простому, когда раскрываешь живот, ты видишь, в каком положении органы. Да, можно в разном, там, анализы делать, когда раскрыл увидишь. Сейчас, чтобы мы могли в следующие годы привести порядок улицу Чака, нам сейчас, мы в этом году, перекладывается все коммуникации. Теплосеть, значит, латэнерго, там, вода и канализация, если это необходимо. Ну, вот то, что сейчас происходит. И то же самое, что происходило, когда был ремонт улицы Бривибос, когда там практически под Бривибос, там, столько коммуникаций, что уже заблудиться можно. То есть, на Почак Мариас то же самое, она еще более узкая. И то, что в этом году мы иначе не можем, держатели этих всех коммуникаций, сейчас приводит порядок своей коммуникации, чтобы после этого мы могли привести порядок улиц. Да, и вот сразу примем еще один звонок. Добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, господин. Добрый. Такой вопрос. В Узбинске на улице Парадес и Плекснос зимой копали там трубы вроде бы. Еще раз, сложно слышно. Еще Парадес улица. И Плекснос. Плекснос. Напали зимой там что-то трубы, походу. Вырезали асфальт, и сейчас там такая неровность. Там ездишь на машине, там разъехаться даже нельзя. Получается, на встречную полосу приходится выезжать. Если можно там что-то, я не знаю, пускай там... Я еще раз, департамент транспорта, я думаю, там временный асфальт, там некоторые из держателей коммуникаций, по всей видимости, это Рига Суден сделал свои ремонты. Там, ну, остров Целтный, там что-то копали. Ну, я передам это. Значит, там в любом случае сейчас май, начало июня, это замена всего временного асфальта на настоящий. Однозначно там. Но я передам это. — 612-12-939, 612-13-939. Продолжайте до нас дозваниваться. Андрей Самарик в студии. С удовольствием ответить на ваши вопросы. Также можно и по системе WhatsApp оставлять свои вопросы. 2-3-0-6-1-91. Мы продолжаем. Вот что касается... Действительно, не могу вас не спросить, пока там есть... Нет, примем звонок. Все-таки у нас радиослушные приоритеты. Потом вас прошу... — Добрый вечер. — Да, добрый вечер. — У меня вот вопрос такой, наверное, где он такой злободневный. Вот, значит, машины паркуют во дворах, да? И сейчас очень много жгут машин, такие пиротехники, да? И вот машины эти стоят прямо перед подъездом, между этих двух, например, деревьев. Если ее подожгут, там эвакуировать ее невозможно будет. Вот я сделала замечание ребятам, говорю, они и не в нашем подъезде живут. Они говорят, ну и хорошо, что ты сгоришь вместе с этой машиной, да? Вот обратитесь к водителям, чтобы они как-то парковали машины, чтобы они этих пиротехников не раздражали за неправильную парковку. И вот скажите, это на самом деле так много машин горит в городе? И вот тут недавно была заметка, что пять машин сгорело. Это правда или это утки какие-то, желтые прессы? И обратитесь к шоферам, вас же вот слушают. Ну, хоть немножко пусть думают. Нам, например, из подъезда выбежать нельзя будет, если машина будет сгореть. А у нас нигде подъезда нет. Любой транспорт нам не проедет. Как они стоят через бровку на зеленую зону, обнаглели совсем. Трава никогда здесь, вот я 10 лет живу, никогда не подс... Зеленая эта травка, да? Уже мох растет, уже просто земля черная, да? Все, удачи вам. Спасибо большое, да. Ну, поджигать или как там машины, это уголовно. За это тюрьму сажают, это уже даже не муниципальная полиция, это государственная полиция за это, ну как, арестуют. И это уголовщина. И такие случаи бывают сейчас в Риге. Я не могу подтвердить этих пять случаев. Мы информированы об этом. Есть несколько таких, но ясно дно, что там любое такое пришествие – это уголовное дело и, соответственно, разбирательство. И эти люди однозначно сядут в тюрьму за эти действия. Тем более, что они еще... Ну, так, это их действие угрожает здоровью другим. То, что касается сегодня дворов и автостоянок, то в первую очередь, я думаю, каждый двор, он, ну, так, квартира собственники, мы говорим об этом. То есть общество или собрание квартиры собственников решает, как более правильно распределиться своим двором. И в таких случаях мы даже идем навстречу, у нас отдельная программа, если вы принимаете такое решение. Ну, соответственно, один евро ваш, один евро Рижской Думы. Уже в прошлом году эту программу запустили. И, ну, соответственно, можно, ну, изменить, то есть использование соответствующего двора. Где машины, где там цветочные клумбы, где там песочницы и так далее. Если это возможно. То есть каждая ситуация отдельная. Невозможно это есть, если это частная земля под этим домом. Тогда мы становимся заложниками. Там практически очень сложно решить какую-то эту ситуацию. Если это уже ваша или земля, ну, соответственно, не собственника, то для этого есть вот это общество. И тогда можно, я думаю, ну, как мы все все равно живем в этом доме. Нам всем надо находить общий знаменатель того, как мы, ну, свою среду делаем. Если это приоритет автомашинам, ну, то есть одно, многим это не устраивает. Поэтому какое-то равновесие нужно. Но мы только сверху не можем здесь надавить. И здесь в первую очередь, то есть собираются сами собственники квартиры и принимают решение. Еще один звонок. Дубович, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Господин Америка, что тут, наверное, уже некоторые именно назад говорили про соединение Муйжес-Ела и Юры Малозгатвы. Муйжес? Какая еще? Муйжес? Да, потому что Рэлл Балтик, это не факт, что уже будет. Уже два года назад это все откладывается. Проект, я знаю, что он есть, существует. А вы думаете, соединение Юры Малозгатвы? Муйжес, да. Муйжес, он Юры Малозгатвы. Муйжес, это, да. Муйжес бульвар, Муйжес улица. Так, будь точнее. С одной стороны, Муйжес улица, с другой, Муйжес. Ну да, да, получается так, да, да. И главное, что проект уже существует, а Рэлл Балтик не факт, что будет построено. Поэтому ему теперь все задыхается. Я знаю, и я полностью с вами согласен, но Рэлл Балтик – это не юрисдикция Рижской Думы. Вот в чем есть проблема. Понятно, да. А почему вы не можете как бы с железнодорожниками войти в контакт, сделать хотя бы какой-то переезд, хоть в премьерную? Мы непрерывно с ними в контакте, учитывая, что это вся административная территория Риги. Но по латвийскому законодательству 50 метров с обоих сторон железной дороги – это только и только юрисдикции железной дороги, начиная от переездов и завершая этой территории. И они, учитывая сейчас вот эту позицию, касающуюся Рэл Балтик, все, что касается вот этой промежуточной ветви от центра до аэропорта, они поставили блок, ну то есть запрет. И мы по юрисдикции ниже сейчас, ну мы обязаны сейчас выполнять их блок. Ну то есть никакой, ни один проект не может быть реализован, пока они не спроектировали полностью и, ну скажем, не утвердили этот проект. То есть Рэл Балтику отметить на 5 лет, на 10, и мы все 10 лет будем этот именский переступерез. Получается так? Ну, это очень плохо. Я могу сказать только одно по тому, что мы сейчас ожидаем, то есть есть обещание железной дороги, что за следующие, ну они сейчас отконкурсировали там проектировщика, который вот это проектирует, то есть 2 года и 3 месяца, или 2 года и 5 месяцев срок проекта, утвержденного проекта на это. То есть да, практически 3 года мы не можем там ничего делать. Ну ясно. Спасибо большое. Да, ну, к сожалению, это не видение Юридической Думы. Это не наша юрисдикция. Это государственный проект или даже европейский. Да, он европейский. Он в любом случае, мы ниже по статусу. Да. Да, вот как раз вопрос интересный по поводу променада. Променада. Добрый вечер. А что с променадом до Дарзини? Его будут достраивать и когда? Спасибо. Радиослушатели спрашивают. Мы имеем цель променад пустить до Дарзини. Каждый год определенное количество метров променад продвигается. Не был ни один год, когда променад не продвинулся там на 500 метров, на 600 метров. До Дарзини, то есть сегодняшнего пункта завершения нашего очень красивого променада рядом с Долгавой, еще осталось более двух километров. Там на этой территории находится соответствующая, ну там частная собственность, там есть определенные, ну скажем так, сегодня трудности. Но цель одна, то есть у господина Павлова, который руководит исполнительной дирекцией восточной и который является как бы этим патроном, он начал это и променад с каждым годом продвигался в этом году тоже. Я не могу сейчас сказать, это будет 200 или 300 метров, но мы медленно каждый год этот променад тянем дальше. Еще один звонок, кто бы вечер, слушаем вас, пожалуйста. У меня к вашему гостю два вопроса. Первый вопрос такой, такое впечатление, что Кнад переехал просто работать теперь в Режскую думу, там есть время, когда работников делом заниматься или их все время там обыскивают, это первый вопрос. Второй вопрос, наступит такое время, когда инфраструктура типа мостов, улицы Красной и так далее будут ремонтировать в течение суток, в три смены, каждый день, включая суббота и воскресенье. Суббота великолепный день, солнце, все на Брасовском мосту, ни одного человека нет. Вы представьте, что вы устроили в Ригу, в Риге с этим мостом, да? А теперь говорят, там захоронение. Ну, захоронение-то не на мосту, захоронение ведь, а захоронение где-то на поверхности, около моста. Ну, захоронение надо заниматься, наверное. Но мост-то не должен от этого страдать. И автомобилисты не должны страдать. Посмотрите, что творится сейчас на улице Бривибус. Пробка, дотейки. Одни машины. Спасибо большое. Спасибо. Два вопроса. Ну, по-первых, мне сложно сказать, что по-первых. Ну, если сегодня, наверное, надо сеять все какие-то подозрения или какие-то пункты, Рижская дума продолжает работать и все функции выполняет. Но если какие-то службы сегодня выполняют, по их мнению, необходимые действия, мы обязаны им сотрудничать и представлять соответствующие все возможности. То есть, потому что, если есть сомнения в нечестности, сомнения в нарушении каких-то законов, я думаю, что мы сегодня работаем, хотя, ну, сейчас очень как-то часто это появляется. Раньше такого не было. Работай в три смены. Три смены – это был бы, наверное, самый правильный и самый идеальный вариант для ремонта дорог, учитывая, что этот промежуток ремонтных дорог только шесть месяцев. С мая по октябрь. Полностью согласен. У нас есть две проблемы. Первая проблема, что вторую и третью смену по латвийскому законодательству надо платить намного больше, чем за одну смену. В двойном, по-моему, размере есть. Ну, это закон так требует, в двойном размере. Поэтому те фирмы, которые, ну, то есть, идут на конкурс, ну и, соответственно, предлагают, мы всегда понимаем, как, ну, достичь этот результат, но, то есть, они не хотят рабочим платить двойную цену. Это проблема. И вторая проблема – у них нет столько рабочих. Вот второе, что сегодня можно сказать, большинство этих профессиональных рабочих сегодня строят дороги в Англии, в Германию, я не знаю, еще где-то, Ирландии. У нас не хватает реально рабочих, чтобы даже, я так, может, преувеличиваю немножко, но чтобы вообще организовать работу в нескольких сменах. Сейчас мы потребовали, ну, чтобы снять вот этот, все, скажем, какие-то сомнения по Дагловскому мосту, чтобы вот Латвия с тылты работала суббота, воскресенье, укрепляла эти соответствующие несущие конструкции. Они работают так, чтобы за эту неделю завершить, и мы могли в понедельник, в следующей неделе, открыть движение. Еще успеем, наверное, принять пару звонков. Добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. У меня такой вопрос. Вот сделали, отремонтировали улицу Брибас, позаботились о красивых автостоянках вдоль улицы. Но вот бордюры, вот кто-нибудь попытался въехать на эти бордюры с этой машиной. Туда, наверное, только джипами можно въезжать, не опасаясь, что, понимаешь, это вот улица Брибас, перекресток и Стабу. Брибас и какая? Брибас и Стабу. Брибас и Стабу. Денежки берут, а машину гробим. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Ну, видимо, это автостоянка, где надо заезжать. Ну, это сейчас надо заезжать на тротуар. На тротуар, да. Что, еще один звонок сорвался. 6212-939, продолжайте до нас дозваниваться. Да, вот попытка вторая. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Еще раз все-таки хотелось бы уточнить по Югло-Сиила. То, что ремонт капиталей через 3 года, ну, это дело далекое, понятно. А на сегодняшний день, как нам ездить, там будут хотя бы временно какие-то заплаты ставить. Что с этой Югло-Сиила? Сейчас же там невозможно ездить. Спасибо большое. Но я так понимаю, что департамент сообщений... Департамент сообщений сегодня в этой как бы красной части интенсивности транспорта, улица Югло-Сиила находится в этой части. И к ней сегодня специалисты думают, что мы можем сделать. Но это все временно. Капитальные изменения, я не хочу сегодня обещать пустое, могут быть только после того, как через 3 года будут полностью завершены работы по этим транзитным большим магистралям, после чего ни на улице Югло-Сиила, ни на набережной уже грузового транспорта. До этого согласен. Я еще раз переговорю с транспортным департаментом, что мы можем еще дополнительно сегодня делать. Может, временные какие-то запреты по грузовому транспорту. Да, а мы еще можем дополнительно принять звонок Дубовича. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорит жительница... Алло, слышите меня? Да, конечно. Говорит жительница Югу-Сиэмса. Я хотела бы узнать, улица Балта, от Рексту, ну и где-то кольцо 5-го трамвая. В общем, безобразнейшее покрытие. Иногда делают ямки, чем-то там залепливают, но ездить там очень сложно. Улица Балта. Балта, да. Да, улица Балта, да. Есть там такая проблема, да, небольшая улица Балта и Рексту. Так, последний звонок, наверное, будем принимать. Завершаем. Время идет. Добрый вечер. Слушаем вас. Пожалуйста. Да-да, здравствуйте. Пожалуйста. Еще старта 13 в районе Новой Тейки, возле Северсталя. Там очень узкая улица, и стоят легковые автомобили, знак «Остановка стоянка запрещена» не устанавливается. И ни фура не может проехать. В итоге разбивается зеленая зона. Уже много раз звонили, как бы, департамент просили, как бы, поставить там знак «Стоянка запрещена», потому что два автомобиля разъехаться не могут. Это вот напротив Тейки под мост, налево в сторону Северсталя. Улица Старта. Ну, по улице Старта, я могу сказать, да, я понял. По улице Старта вопрос следующий. Если мы сегодня полностью запрещаем стоянку для автомашин, то мы обязаны, как дома, предложить альтернативный вариант. На сегодня даже частного варианта, где ставить машины, там нет. Нет частной парковки, да? Поэтому на сегодня эта ситуация изучается, но, то есть, такого четкого рецепта нет. Мы можем поставить знак, но после этого вопрос, где, ну, есть ближайшая парковка машин, вот в чем есть вопрос. Ну что, тогда мы завершаем. Я следующий понедельник буду отсутствовать, а вернусь обратно после выборов европарламентских. После 25-го числа мы обязательно встретимся в этой студии. Голос Амрикса был, есть и будет. Да. До встречи. До встречи.